Троянская в студии. Сегодня наш гость Дмитрий Губин в роли, как всегда, Троянского коня. Как приятно. Берегите, берегите вашу Трою. Кому беречься, я не знаю. Мне, вам и нашим зрителям. Вечером русского романса. Зрителям и слушателям. Слушатели нас слышат, и вы можете нам писать плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь два нуля, да. Бабочка работает. А если хотите смотреть нас, то, пожалуйста, YouTube канал. Слушайте, у меня профиль должен быть как у Михалкова в утомленных солнцем один. Ну да. Туражку только на затылок щелчком сдвинуть. Усы вам нужны для того, чтобы быть как у Михалкова. Спасибо. Это вам барбершопы, небось, и ламберсексуалы всякие доплачивают за рекламу. Нет, нет. У меня даже нет усов, которые можно вам наклеить. Что вы говорите, Татьяна? Это физический недостаток, с которым трудно, конечно, согласиться. Ну давайте же жареным скорее. Но вы же опять какие-то жареные факты. Это же понятно. Да нет, вот смотрите, все время мы с вами говорим. Деньги Газпром Медиа и Вашингтонского обкома. Где деньги? Покажите эти деньги. У меня их нет, к сожалению, потому что... Да Марский, разумеется, с Венедиктом все это обрали. Наверное. Наверное, все им остается. До журналистов не доходят, до бедных, несчастных журналистов. Вы же знаете, какие зарплаты журналистов? Да, знаю. Ну вот, поэтому не на них мы живем. Это в два раза меньше пособия по безработице в Германии. Ладно, не будем о грустном. Давайте посмеемся над ними, потому что все время мы смеемся над нашими идиотскими выходками. А тут вот издание The Times, приличное, между прочим, издание. Цервативненько, да. Ну, тем не менее. Два формата газеты, старый, традиционный и большой, маленький таблоидный для чтения в метро. Да, да, да. В общем, про Машу и Медведь сказали, что это пропаганда, и что вообще у Маши напористый, неприятный характер. При этом она решительна, она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински. Татьяна, понимаете, какая штука? Вот у меня, скажем, на агентстве Росбал только что вышел текст про то, как работает мусоросжигательный завод в Германии. Я там побывал на экскурсии, и это на меня сильнейшее впечатление, но только экскурсия в Эрмитаже, наверное, способна сравниться с этим. Вот я написал то, что я видел, то, что об этом думают. Представляете себе, можете представить ситуацию, когда в Германии на Deutsche Welle обсуждают, российская пресса обратила внимание и потребовала, и так далее. Там такое невозможно, потому что есть текст, он подписан конкретным человеком. Исключение одно – редакционная статья от «Таймса». Я, признаться, до газеты не добрался, я не знаю. Это либо editorial, не подписанная, то есть она подписана от имени редакции, она выражает совокупное мнение. Либо это частный текст. Вот типичная реакция в России, причем в любом лагере. Американская пресса обвиняет Владимира Путина. Английские, британские ученые открыли новый вакцин. Нет никакой американской прессы, нет никаких британских ученых, есть люди со своей конкретной точкой зрения, со своей позицией. И нужно каждый раз смотреть, кто это написал. Очень может быть, что это вообще письмо читателя. Повторяю, я не знаю, может быть, это точка зрения обозревателя. Но, например, если вы откроете газету «Деловой Петербург», обозревателем которой я являюсь, почитаете мои тексты и почитаете тексты других обозревателей, вы увидите, что у нас диаметрально противоположные политические точки зрения. Поэтому это не «The Times» написала, это не Британия обвинила Путина в том, что он Маша, который съел медведя и Федя Бредя. Нет, это конкретный человек. Почему мы обсуждаем точку зрения неизвестного нам, скорее всего, англичанина сегодня здесь в эфире «Эхо Петербурга», я, признаться, не очень понимаю. И вот этот хайп, который, то есть я понимаю, что этот хайп, который поднялся, он поднялся по одной единственной причине. Любое слово, сказанное там из-за бугра, оно здесь сразу же максимально усиливается. Вот я себя в Петербурге очень хорошо чувствовал долго, пока я работал в Москве. Потому что за мной стояла Москва, меня там третировали всячески, и говорили, что он же не пенетецкий, он там в Москве свое немыслимое баблище зарабатывает. А потом, на короткое время, когда я остался в Петербурге, в Петербурге со мной перестали считаться. Он наш, местный, чего вообще на меня обращать внимания. А потом, когда у меня нога, которая раньше стояла в Москве, переместилась в Германию, меня могут ненавидеть, могут, ну, он же это Германия, и он там, он, вот вот. Это уязвленное самолюбие. Хотя Губин остался Губиным. — Да, признаться, надеюсь, я несколько изменю Германию, как она изменит меня, потому что это взаимный такой процесс. Вот в чем дело. Это уязвленное самолюбие. Ни одному, ну, ни одному, это я, конечно, загнул, но, в принципе, когда я читаю, живя в Англии или живя в Германии, какой-то текст, я смотрю, кто его написал. Это чья-то частная точка зрения. Их очень много. Ну, вот, например, я там прочитал текст о том, что АДФ, ФД, простите, это я уже перепутал русско-немецкие цифры, альтернатива для Германии, партия, которую нас называют фашистской, хотя это не вполне так, но она достаточно правая, такая ультра-правая. Вот я прочитал текст, что это очень неплохо, что появилась такая партия, потому что социал-демократам и правящим вообще коалиции неплохо бы немножечко встряхнуться. Вот вреда они большого не нанесут, но вот мышцы должны... Они давно в спортзал не ходили. Вот им нужно этим заняться. Но это не значит из этого... Это частная точка зрения. Мне она очень любопытна, потому что до этого я слышал совершенно другие точки зрения. Я ее наматываю на тот самый ульс, отсутствие которого так тонко, так по-женски, так проницательно, Татьяна, заметили вы. Но это не значит, что Германия считает, что наступило время партии Alternative für Deutschland. Ну, это... Я вот в связи с этим вспоминаю историю с Европейской театральной премией, которую вручали в эту субботу на сцене Александринского театра, и там так вышло, что письмо, которое было отправлено швейцарским режиссером, которому не дали визу, он не приехал, и там прозвучала фамилия Серебренников в письме, но в переводе это не прозвучало. И некоторые театральные критики написали в Фейсбуке, что кошмар, переводчики в сговоре, им сказали не переводить фамилию Кирилла Серебренникова. Хотя, как я провела такое расследование, я поговорила с журналистами, у которых был перевод, и в остальных выступлениях фамилия Кирилла Серебренникова звучала. Ну, Серебренникова, да. Кто-то использует трудности перевода в своих интересах. Boston Translation. Татьяна, во-первых, там фамилия Серебренникова, насколько я понимаю, она мелькала, как ста летучих мышей, наводя ужас на мирного обывателя, которому приятно знать, что человек рядом подл и мерзок. Врёте, негодяи! Он, если подл, то по-другому подл. Ну, помните, да, известная Гогольевская. Вот там, может быть, в чём дело. Поскольку моя первая жена была переводчиком-синхронистом с французского, работавшего там с Шираком и так далее, и так далее, я немножечко знаю, как делать синхронный перевод. Скорее всего, там был синхронный перевод. Синхронистов должно быть два. Они должны меняться каждые 20 минут. У них должны быть abstract, то, что называется по-английски, краткая выжимка, а ещё лучше тексты тех речей, которые будут произноситься. Письмо как раз лежало, да, перед переводчиком. И стоит они, стоит синхронный перевод адовых денег. Это вам не последовательный перевод. По цене оси, и на нашем многострадальном отечестве, ситуация такая, что денег нифига нет. Нанять нормальных переводчиков-синхронистов, которым реально нужно платить 100 евро в час. Просто-напросто нет бюджета. Я покопался в этой истории. Насколько я понимаю, переводчиков нанимала чуть ли там не проводящая действия страна. Да, у них есть бюджет. Вот они кого наняли, того и наняли. И очень может быть, что ребята капнулись, они просто недостаточно, ну, я не говорю непрофессионально. Я не знаю, может, это студенты, может, это стажёры, может, это начинающие переводчики. Я не думаю, что на такую церемонию... Татьяна, они... Почему? Я знаю, кто работал на Международном экономическом форуме. Знаю, какого уровня переводчики, знаю, какого уровня переводчикам-синхронистам отказывали, потому что на них не было элементарно денег. Это может быть элементарно. Вот, понимаете, им положили текст, они не смогли отреагировать в режиме онлайн. Это вот как когда был блэкаут в Петербурге, первый канал вёл прямой репортаж. Офигеть! Они говорят, встали все троллейбусы, не работают светофоры, а картинка показывает, как движутся все троллейбусы, работают все светофоры. Почему? Они написали текст, и они не смогли отреагировать, что свет неожиданно включился. Ну, это первый канал, это понятно, да? Это второсортная провинциальная телевидение. Нет, это уже тогда была помоечка. Они не умеют просто, там отсутствие, ну, как профессионалов на телевидении, на российском нет, ноль. Они все просыпались или сгнили, как Соловьёв с Киселёвым. Это просто людей, делающих профессию, которые могут реагировать онлайн. Их нет. Так же и здесь. Им положили этот текст, они не смогли в режиме онлайн отреагировать. Вот что могло там произойти. Я сильно сомневаюсь, опять же, потому что немножечко представляю, как устроена профессия переводчика, что это была такая указивка. Во-первых, кто-то письмо сверху видел. Конечно, так все видели письмо. Вот, во-вторых, его всё равно роздали. В-третьих, скандал был. Скорее всего, не нужно приписывать. Вот, понимаете, мне очень печально, что у нас в стране сложились такие бинарные оппозиции. За Путина, против Путина. За Серебрникова, против Серебрникова. Вот, да, да. То есть все, кто не поддерживает Серебрникова, значит, все они враги народа. Я считаю, Татьяна, вы знаете мою точку зрения, я считаю великим режиссёром и великим сценографом Кирилла Серебрникова. Я не считаю Кирилла великим режиссёром и великим сценографом, но я считаю, что, конечно... Ну, это не значит, значит, Татьяна, я должен тогда сделать вывод, что вы продались Гнус на Кремлю, да, вот в рамках этой диктонии. Вот, да, в рамках, да. А вы, наоборот, считаете, что всё наоборот? Судя по тому, что, судя по печали на вашем прекрасном челе, Кремль явно вам не проплатил, то эту версию приходится откинуть. В том-то и дело. Повторяю, иногда, вот, ну, shit happens, и часто это technical shit. Вот и всё. Это вы о переводе, естественно, и о том, что Кирилл... Я не уверен, что слово technical в данном случае будет точным. Пусть меня поправят уже англичане, хорошие переводчики. Но это технические, вот такая техническая штука. Очень не нужно всюду искать политику. А у нас, поскольку... Вот понимаете, да, не нужно всюду искать политику. Полутана исчезли. Кто не против, кто не с нами, тот против меня. Как сказал один человек, которого за подобные выражения, в общем, мы приколотили к перекладине. Давайте пойдём дальше. А, боитесь, что этот самый проклянёт, кадилом махнёт и ладаном обдаст? Ну, хорошо. Духовно. Ходить бывает склизко по камушкам иным, и так, потому что близком лучше молчим. А в годовщину снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади состоится парад, внеплановый парад на главной площади Петербурга 27 января. Вот это нормально? Как парадом? Мне очень, как бы немножко странно это обсуждать, потому что всё, что мы обсуждаем, это такое бесконечное обсуждение системы архаики. Вот парад — это архаика. Насколько я помню, такого не было. Это архаика, именно потому что не было. Потому что у нас какой способ? Кто-то умер, увековечить память, назвав улицу на уровне постмодерна мост имени Кадырова. Кстати, это в честь живого Кадырова или мёртвого назвали? Мёртвого. Мёртвого, да. Все считают, что в честь живого. И поставить памятник. Из бронзы реалистический. Вот это и есть архаика. Это приплыли в XIX век. Причём очень боюсь, что в первую половину. То же самое с парадом. У нас какая-то дата провести военный парад на площади. Ту-рум-пум-пум-пум-пум. Ту-рум-пу-рум-пу-рум. Вот в трубы дуют усачи. Это эстетика эскадрона гусар-летучих. Но вы в том-то и делали. Пройти по Марсову полю, вздымая пыль ударами каблука, и император там на белом жеребце лично за этим наблюдает. Не очень это синхронизируется с блокадой. Это синхронизируется с блокадой в том смысле, что блокада была устроена централизованно, причём с двух сторон. С одной стороны, Гитлером, а с другой стороны, начальством, которое не полагалось на частную инициативу. Вы знаете, те люди, которые говорили, что нужно уезжать из города, на них писали доносы, их хватали, арестовывали за распространение панических слухов о некоторой жизни, за это отдали. Вообще были не готовы. То есть централизованная система Советского Союза не позволила принять и быстро отреагировать на то, что и сейчас многим не кажется фактом. Трагедия блокадного Ленинграда – это трагедия не оборона, не обороняющихся. Город не пытались взять, поэтому его было бессмысленно оборонять. А готовились именно к обороне. Вот простой пример, знаменитый Толстовский дом, который идёт, там, архитектор Лидваль построил улицу, дом как город, улицу между Фонтанкой и Рубинштейна. Там дивное правление ТСЖ, председатель которого, не помню фамилии, не то Чикатило, не то Буратино, простите меня. Вот она там всех выгоняет, её сынок стоит такой военным боталом на шее, позванивая всех экскурсантов, выгоняет. Так вот, в этом доме, ну так, слово, дивные совершенно люди, фантастика. Пусть, не помню фамилию, из головы вылетела, пусть меня простят. Так вот, там, например, была булочная, её превратили в ДОТ. То есть на улице Рубинштейна, бывшей Троицкой, готовились к бывшей голове на переулке, готовились принять врага. А на самом деле готовиться нужно было к другому. Это оборона Козельска. Вот осаждённый город Козельск. Современный индустриальный город 20 века превратился в средневековый осаждённый город, жители которого должны подыхать. Поэтому не было предпринято, никому в голову не приходило организовать ловлю рыбы осенью в Неве. Сети можно было наплести, можно было, промышленные предприятия закрылись, вода мгновенно очистилась, можно было наловить, там, заморозить рыбы, к этому не были готовы. Меня всегда удивляло, почему нужно было сажать капусту в скверике перед Исаакем, если в городе, на островах и на Петроградской в ту пору стране были, я уж там молчу про старую и новую деревню, были огромные территории, пригодные под огородов. Людям нужно было просто дать землю под огороды. Этого не было сделано. Вот почему. Потому что не были готовы. Централизация предписывала одно, оборонять до последней капли крови. Минировать мосты, сбивать самолеты, которые, кстати сказать, не спускались на уровень прицельного бомбометания именно по этой причине. И бомбили, и стреляли для остраски. Это, кстати, причина, почему в Петербурге, простите, в Ленинграде, во время блокады практически не пострадали стратегические объекты. Ни один мост не был разрушен. Здание НКВД не было разрушено. Смольный не был разрушен. А было разрушено огромное количество домов в районе Литейного проспекта. Потому что стреляли, чтобы напугать. Как в Козельске. Бросали там плошки с раскаленными углями, смолой, чтобы зажечь, и испугать. Вот в чем была огромная трагедия осажденного Ленинграда. И мужество защитников состояло в том, то есть мужество осажденных, что они могли в лучшем случае выбрать способ смерти, которым они умрут. Представьте себе трагедию матери, у которой там трое, четверо, пятеро детей, она понимает, что в Петербурге они подохнут. А дальше она делает так, что одного ребенка съедают, чтобы накормить других. А дальше на нее пишут донос в НКВД, и ее уводят и расстреливают. И подыхают все. Вот где трагедия. И на эти трагедии есть единственный способ, очень архаической, я не говорю идиотской, я говорю очень архаической реакции. Это устроить по этому поводу военный парад. На самом деле не архаическая реакция на трагедии прошлого, они совершенно другие. Они гораздо более человеческие, они гораздо более коммуникативные, а не то, что можно повторить. Вот этот девиз «можем повторить» – это социальный девиз. Кто, они не понимают? Кто? Ну, вот эти люди, которые… Опять вы делите нам маянии. Да здесь никто не понимает. Нет, ну что, мы не понимаем? Нет, не понимаем. Потому что страна в архаике, страна в XIX веке. Спасибо Владимиру Владимировичу. Он вручную закатил солнце за горизонт. Спасибо. Это действительно произошло. Понимаете, Тань, есть другие реакции. Ну вот смотрите, ядерной бомбардировки Хиросимы Нагасаки. Сейчас не обсуждаем, почему это делали, обсуждаем последствия. Помните, была такая девочка, Ксадак Сасаки, которая умирала от лучевой болезни. И вот она попросила, чтобы ей сделали бумажных корабликов. Журавликов, простите. И весь мир этих вот… Да, потому что считалось там пока эти журавлики. Присылает, она будет жить. Она умерла. Но вот это журавлики, это вот эта же система, которая сейчас называется P2P, peer-to-peer, равный равному. Вот есть какие-то другие вещи, там, я не знаю, если в этот день спускаются к Неве, я не знаю, подо льдом она будет или нет, или там пробьёт ледокол, там, я не знаю, опускают свечи, которые вот… Или ставят на лёд свечи. Это одно. Потому что каждый может прийти и в этом поучаствовать, и почтить. Если там не… Если просто попросят, хочешь, нет, твоё дело, поставь в окне портрет того, кто умер в блокаду. И поставь свечку за ним. Но об этом же никто не услышит. Вот ты идёшь по улице… Понимаете, парад покажет первый канал. Таня, скажите, а вы тоже любите заглядывать в окна, освещенные ночью? Извини, ничего, что я с интонацией бык. Гумен, милый, ну ты тоже скажи, но ты любишь заглядывать в чужие окна ночью. А, подождите, но город себе не припишет ничего. Понимаете? А что такое город? Парад можно показать. Смольный, администрация. Татьяна, это и есть архаичное собрание. Если город Смольный, то я живу в Германии. Мне там комфортнее. Потому что в городе Аугсбурге Радхаус не является городом Аугсбургом. Это всё лишь место, где сидит выбранный бургомистр, где нет никакой охраны на входе, и куда может прийти каждый горожанин. Вот и всё. К любому там депутату пройти и так далее. Вот если город – это горожане, то тогда очень здорово, если будет масса городских инициатив. Кстати, традиция ездить на Волковское кладбище, она вот такая, она очень личная. Нет, я думаю, что касается блокады... А я думаю, слушай, не дай бог Путин приедет. То есть это же ни одному покойнику не дадут выйти из могилы. Всем лежать. Это правда. Всё будет огорожено мордой в снег и так далее, и так далее. И Путину нужно было приехать в Сингапур, чтобы получить по физиономии с размаха. Потому что как опустили Путина в Сингапуре, ну, в общем, конечно, заставив сначала пройти в ранку, и все увидели, что он в бронежилете, он зазвенел, а затем просто отменив встречу, потому что он опоздал. Он получил по сусалам, и правильно, с моей точки зрения, получил. Потому что опоздание Путина, его паранойя вызывает у меня огромный стыд за свою страну и за то, что все это терпят, все это почему-то считают нормальным, этот позднебрежневский маразм. Спасибо, одного Брежнева пережил, переживу и этого, надеюсь, или он меня переживет, неважно. Вот, ну, теперь это до смерти с нами, этот позор. Либо до нашей смерти, либо до его смерти. Что ж он заставляет желать его смерти? Это нехорошо. Нет, мы не будем желать ничьей смерти, в любом случае. Вот, а вообще, если хотите, чтобы мы поговорили о том, что происходит в нашей стране, там, в категориях какого-нибудь такого гарвардского профессора, приходите в ДК Льва Лурье в этот четверг в 7.30 на пятом этаже музея, театрального музея на площади Островского. Я читаю лекцию о Ричарде Пайпсе. Поищите в интернете Дом культуры Льва Лурье, найдите мою лекцию 22 ноября в четверг. Это была минута рекламы. Нет, это была минута строгого, достойного такого предупреждения, такой маленький звоночек колокольчиком. Ну вот могли бы чуть позже начать со своей рекламы, тогда бы мы как раз до новостей бы закончили. А сейчас мне придется начать другую тему. Давайте начнем, вот прекрасно забросим крючок. Запустили онлайн-платформу для подготовки оппозиционных кандидатов к муниципальным выборам. То есть это такая попытка сделать так же, как было в Москве. Главное, чтобы не вышло так же, как это вышло в Москве. Но есть ли у питерских демократов дойти достойно до конца и, в общем, к муниципальным выборам хорошо подготовиться? Или вы не верите в это? Татьяна, это опять какая-то архаика. У нас демократия, это равно позиция. Оппозиция равно там либерализм и демократия, опять же. Это не так. Дело в том, что оппозиция это очень важная часть действующей модели. Оппозиция это предохранитель вашей электрической цепи. Вот возьмите, товарищи дорогие, повыдергивайте из ваших машинок хорошеньких все предохранители. Машина никуда не поедет. Вам придется ее толкать вручную, что в нашем многострадальном отечестве происходит. Какой предохранитель, наверное, имеет значение? Оппозиция это просто те люди, это дублеры. Это абсолютные дублеры власти. Это крайне уважаемая вещь. Например, в Великобритании. Не только в Великобритании, в Англии. Это не значит, что это противники режима. Это сторонники второго варианта. То есть, грубо говоря, мы переходим с овощей на мясо, а с мяса на рыбу. Вот надоело это, мы берем это. Или сезон изменился. Оппозиция не обязательно должна быть демократической. Оппозиция должна быть. Сейчас сделаем паузу, а потом про оппозицию поговорим после новостей. Вы слушаете программу «Особое мнение». И мы вновь в эфире. Дмитрий Губин сегодня рассуждает об оппозиции. А завтра ему рассуждать об этом запретят, и он будет принимать от вас передачки. Так что запомните это имя, эту фамилию на всякий случай. Я думаю, что все, кто сейчас с нами, с удовольствием вам будут носить эти передачки. Татьяна, оппозиция еще раз. Оппозиция – это не либералы, это не демократы, это не ненавистники правящей партии. Или там человека. Оппозиция – это вторая часть работы двухтактового политического мотора. В любой стране. Он работает примерно так же, как работает премьер-министр с президентом, когда кто-то должен оставаться на хозяйстве. Правда, тут Путин с Медведевым ускакали куда-то разом. Но, в принципе, кто-то остается один на хозяйстве на всякий случай. Вот эта оппозиция на всякий случай. Если вы устали, в конце концов, вот от Меркель элементарно устали. Она там четвертый срок, и она сказала, что все, она уходит, она сдает пост главы партии, она уходит из политики. Она устала. И эта усталость чувствовалась. Должен быть кто-то, кто спокойно это заменит. Это знаете, что такое оппозиция? Оппозиция – это два шофера-дальнобойщика. Вот второй шофер, он оппозиционер. Вы вот сейчас не про Россию точно говорите. Ну, конечно, не про Россию. А что у нас нет оппозиции? А что у нас есть собственного производства хорошие автомобили? То есть теперь уже есть, но только какая в них стоит начинка. Ребят, нужно брать западное. Мы понимаем, что когда «Лада» стала машиной, на которой можно ездить, там все эти «Приоры», она стала нормальной машиной, тогда, когда ее целиком нашпиговали западной начинкой. Точно так же, как и «Жигули». Это, как мы знаем, «ФИАТ», фиатовский завод, перенесенный в Тольятти. Вот и все. Поэтому вот эти попытки кричать, то есть не попытки, а реальные крики, что вот эти либерасты, эти демократы, что они могут, чем они себя показали, чем они себя проявили, это «Навальный, лучше бы он на улице чистил». Ребята, ему и дают только улицу чистить. Ничего другого ему не дают. Это раз. Два. Ненормально то, что в оппозиции может быть кто угодно. В оппозиции могут быть нацики по типу альтернативы для Германии. В оппозиции могут быть какие-нибудь там русофилы, русопяты такие с бродами до колен. В оппозиции может быть любая партия. В оппозиции может быть, в конце концов, «Единая Россия». И, кстати, на Путина оппозиционера мне было бы очень интересно смотреть, потому что я его неплохо помню по 99-му году, когда Владимир Владимирович, по крайней мере, тем, каким он был в Александрхаусе, куда я хаживал не к нему, но к его команде, это был страстный либерал, проходящий систему обучения на деньги Госдепа. Кого оплачивает Госдеп? Путина оплачивает. Путина, Путина, Путина. Путин оплачивал Госдеп в конце 90-х годов. Демократ, страстный западник и так далее. Но с тем пор все поменялось. Ну, что поделаешь, это же как в том анекдоте. Как ты говоришь, внученька фамилия того немца, от которого я с ума схожу. Альцгеймер, бабушка. Альцгеймер, да. Вы знаете, я тут посетила некоторые мероприятия культурного форума. И в частности... Я антикультурного. Давайте обменяемся. Вы не ходили на культурный форум? Ну, в припрыжку за перекрытым движением в честь Путина? Нет. Я ходил в шикарное такое место, ДК Розы. Это такая волосатая подмышка Петроградской страны, большая, разноченная. И там человек-заяц Олег Петук выдавал почти на два часа, он выдавал перформанс в своем новом романе. Это было потрясающе. Вот в последний раз такие монологи я слышал в фильме «Два капитана 2», когда их выдавал Курехин. Вот. Это нечто совершенно. А перед тем, я провел два часа в издательстве «Молодая гвардия». Меня там уговаривали написать за 2-3 года том же ЗЛ Давид Самойлов и обещали после продажи тиража, то есть всего через 5 лет, мне заплатить за это 100 тысяч. Вот. Такой был абсолютно теоретически понятное дело разговор. Но был Дима Быков, был Андрей Петров, глава издательства. И было две бутылки виски. Но я, слава богу, не пью напитки крепкие. И вот это тоже было... Выков тоже всем рассказывает, что он не пьет. Значит, я имею право хранить молчание, поэтому отказываюсь... Всё, наверное, выпил Петров. Вот. Ну, там не только, там были желающие ещё. И вот это было два часа гэгов. Два часа гэгов, которые вышли в пустые рюмки, окончились пустыми рюмками. А видите ли, два часа гэгов Курехина, они уже кончились с фильмом. А два часа гэгов «Человека-зайца» Алика Петука, они превратились в спектакль, там была публика, и его записывали. Это было очень интересно, потому что разное поколение устраивало вот такие свои штуки. И если Быков и Петров и я там жонглировали Мандельштамом, Слуцким, Пастернаком, Межеровым, Давидом Самойловым цитатами, да, это вот как у Сорокина в «Белом квадрате», там весь один рассказ строится на том, что девушка согласится дать парню, только если он начнет цитату из стихотворения, она не сможет ее продолжить. Это будет ей неизвестное стихотворение Серебряного века. И он там, понятно, от отчаяния и горя в конечном итоге напивается, попадает в ментовку, устраивает похабный скандал в ресторане. Почитайте, неплохая вещь. Так вот, это были эти гэги. А Алик Петук, он уже там, конечно, там были шуточки по типу, что «Жижик хорошо подходит Бадью». Я понимаю, там, 90% слушающих нас не знают, что такое «Жижик», и тем более, что такое Бадью, и чем отличается Роб Грие от Натальи Сорота, в чем смысл нового-нового французского романа, и почему это отличается принципиально от романов Достоевского, то есть герой не должен начать жизнь самостоятельной жизни, должен создать новую реальность, но у меня не получится так хорошо, как у Петок. Вот я получил колоссальное удовольствие. А еще вчера я был у Васи Голубя, у нее закрылась, к сожалению, выставка в «Свиных рылах». Вот, кстати, большая печаль, вот по поводу нашего общества, Татьяна. «Свиной рыло», дивная галерея, она находится в доме с башенками у моста Белинского, на фонтанке. Дом работы Леонтия Бенуа, такого мастеровитого, чего изволите. Чем-то он мне архитектора Герасимова сегодня очень петербургского напоминает. Причем, думаю, Герасимов будет большим. Хотя я вообще не с целью польстить, а то упоминаю. И вот там на пятом этаже находится галерея «Свиной рыло», которая открыться будет в воскресенье. Видите, двор перекрыли. Вот там теперь эти бесконечные кодовые замки, конечно, кому нужно пройдет. Но у меня, знаете, у меня не этот Путин, да? Ну, дедушка старый, все. Про Путин вообще неинтересно. Дедушка старый, у него там своя старость, одиночество, тихие, одинокие движения рукой, видимо, в спальне под одеялом, потому что в сортире точно стоит видеокамера, как он подозревает. А о чем он все время пошлый анекдот-то рассказывает? Вы видели, кстати? Ну, юмор у него такой. Может, он понимает. Может, он на публику работает. Вы знаете, Ангела, это он Меркель там, как в анекдоте, в общем, каким бы способом, в общем, в свадебную ночь девственница не должна остаться девственницей. И Меркель на него вот так вот смотрит, значит, как такая мудрая рептилия на придонный слой, вот так вот, и отворачивается. Его все чаще опускают публично. Я испытываю чувство стыда, потому что он по Путину судит, к сожалению, о России, в том числе и обо мне. Конечно. Мне кажется, это какое-то заблуждение. Татьяна, Путина есть кинтэссенция русскости. Русскости, которая абсолютно изолирована друг от друга. Духовность, которая проявляется в том, что никто никому не верит. Вы знаете, что только на русском терминале в Мюнхене, с которого улетают самолеты на Россию, существует упаковка багажа в пленку. Ни на других терминалах, ни в тех аэропортах, откуда в Россию не летают, не упаковывают в пленку. Я же всегда русских туристов узнаю по этим в пленку, упакованным чемоданам. Потому что они считают, что все кругом жулики и воры. Кроме них самих и самого-самого-самого ближнего круга. Вот почему петербургские дворы перекрываются. Вот почему это жлобьё перекрывает эти гениальные проходы архитектора Лидволя с фонтанки на Рубинштейн. Я обожаю лирические оступления в особом мнении вашем. Домщине должны быть дворы, столы во двор, шашлык жарить, костры жечь. Сломать все решётки к чёртовой бабушке. У нас даже на кладбищах могилы. Господи, там-то вы от кого обороняетесь. Нет. Пукнуть под одеялом и никому не дать понять. Сверхзадачу. Владимир Мединский на культурном форуме сказал, возвращаясь, что Америка нас не любит. Он сказал, конечно, Собибор, скорее всего, не получит Оскар. Но вы понимаете, всё только это потому, что Америка нас не любит. Слушай, Хабинский очень хороший актёр, по-моему, очень неплохой человек. Он снял очень плохой фильм. Вот бывает такое иногда. Хороший актёр не обязан быть хорошим режиссёром. Это лживый, глянцевый фильм получился. Это не потому, что была такая цель. Я уж не знаю, почему. Вот пусть преподаватели в ГИКа разбирают это со своими студентами. А ещё Владимир Мединский сказал... Но знаете, когда красиво в контровом свете блестят капли дождя на колючей проволоке, идёт дым из крематория. Видите, я был в Дахау. И через 45 минут мне стало физически плохо. Просто физически... Я думал, там пробыть часа три. Через 45 минут мне стало физически плохо. Я понял, что я больше не могу там находиться. И вот все эти красоты, все эти заключённые, у которых здоровое питание, значит, понятно, что у них салатики, там творог с утра, салатики... Вот свежевымыты хорошим шампунем волосы, значит, масочка на лицо, хороший куафёр, свежеотглаженные костюмерные цеха работают, воротнички на гимнастёрках. Я помню, что Даша Мороз, когда она снималась в фильме по Распутину, она ездила в Куршевеле, мы там весело тусовали. Я её не узнал, потому что она сбросила какое-то гигантское количество килограммов веса. Её в Швейцарии, там был такой знаменитый швейцарский коридор через Женеву в Куршевеле во Францию, у неё тормознули, не дали взять самолёт, у неё была такая специальная капуста банка. Это не жидкое, не твёрдое, но вот же какое-то желе капустное, которое она не ела ничего. Ей нужно было превратиться в полутруп, в сикелетину. И я знаю, что там как Герман добивался сходства со средневековьем в истории арканарской резни. Да, и я даже знаю, как Михалков заставлял жить в казармах, когда снимал неудачный, с моей точки зрения, клюквенный фильм «Сибирский цирюльник». Вот, к сожалению, к величайшему, я Собибур заставил себя с величайшим трудом досмотреть, потому что это слабо, к сожалению, неудачная клюква. Если бы поголодали артисты, от этого бы фильм лучше вряд ли бы стал. Я не знаю, я не специалист по съемкам фильмов. Приходите ко мне 22-го в четверг в Декалурье на лекцию о Ричарде Пайпсе, его «Парадигме России видит Бог». Это один из величайших совершенно русских историков, знаменитый профессор Гарварда, такой консерватор, кстати сказать, октябрист. Именно этим завершится сегодня особое мнение Дмитрия Губина.